Товарищи, приветствую вас! Фестиваль наш открывается, не хочу долго говорить. Единственное, хотелось сказать о том, для чего мы здесь собрались. 20 лет в пустоте вот этот лозунг выбран не случайно. Если вспомнить, кто-то, может быть, эти времена застал, кто-то еще был слишком молодой. 20 лет назад действительно был реальный подъем в обществе. Цой пел, мы ждем перемен, и реально перемены были нужны. Советская страна при всех тех плюсах огромных, которые в ней были, испытывала массу проблем. И совершенно объективно эти перемены были нужны. Но это именно были нужны перемены. Сохранив все лучшее, нужно было развивать дальше. Действительно больше свободы, больше народовластия. То, о чем еще говорили в 17-м году большевики, и потом, к сожалению, это не удалось реализовать. И был огромный народный подъем. Люди выходили не так, как сейчас там 100, 200, 500, 1000 человек. Сотни тысяч, если вы смотрите хронику тех лет, Монежная площадь была вся заполнена народом. Но, к сожалению, вот этот благородный порыв. Люди не хотели разрушать Союз. В 91-м году был референдум. 78% почти проголосовало за сохранение Союза. Однако, в августе 91-го, вот этот неудачный путь, я даже его во многом расцениваю как провокацию. Хотя, может быть, люди тоже хотели сделать к лучшему. Но своими действиями неумелыми они запустили машину разрушения. И люди, вот этот их благородный порыв, был в итоге предан, продан, просран Ельциным и его окружением. Люди доверились. Люди доверились Ельцину. Он красиво говорил, залез на танк. Всем понравилось. Но уже буквально через год люди ужаснулись. Они схватились за головы. Но было уже поздно. Уже и Союз развалили к тому времени. Вопреки воле народа начались эти безумные реформы Гайдара, когда за один день фактически люди обнищали. Это буквально, если сегодня вот у вас есть в кармане тысяча рублей, а завтра ее нет. Вот примерно то же самое происходило тогда. Вот так обесценивали все сбережения. Люди все потеряли. Поэтому, когда нас сегодня уверяют, что 20 лет назад Россия стала на путь прогресса, все это херня полная, потому что нас всех, нас всех кинули. Я не буду выражаться нецензурно, нас всех обманули очень жестко. И все те люди, которые это сделали, они вообще-то должны были ответить. Должен был быть суд. Они нарушили волю народа. Но, к сожалению, сегодняшняя власть, это верные ученики разрушителей Союза, верные ученики Ельцина и многие из тех, кто тогда глумился над страной типа Чубайса, типа его сообщников, до сих пор фактически находятся у руля в нашей стране. Поэтому от этих ребят, хоть там Путин, хоть Медведев, ни хрена ждать не приходится. Они не будут восстанавливать справедливость. Им хорошо. Они в 91-м схватили всю собственность, схватили все народные богатства. Им теперь на все это насрать, извините за выражение. Они будут использовать полицию, будут использовать армию, чтобы свою власть держать как можно дольше. И говорит нам эти сказки, что в 91-м году Россия освободилась. На самом деле мы потеряли все, что было хорошего в Советском Союзе, а там было очень много хорошего. И ничего не приобрели вновь. Никакой демократии, свободы, никакого народовластия сегодня нет и в помине. Это прописные истины. Поэтому 20 лет пустоты, из этой пустоты надо выбираться. Потому что если мы этого не сделаем, как тогда развалили Союз, эти ребята шустрые, в своих личных интересах, они развалят и Россию. Уже сегодня звучат повсеместные речи. Давайте отделять Кавказ, давайте отделять еще какие-то регионы. Это уже готовится почва для развала России. А дальше начнется хаос, из которого мы, дай бог, когда-то выберемся, а может быть и нет. Поэтому сегодня, вспомнив то, что было 20 лет назад, мы вновь должны сказать, как пел Цой, не просто мы ждем перемен, мы требуем перемен, мы хотим перемен. Но эти перемены можем осуществить только мы сами. Ни на кого нельзя теперь полагаться. Мы помним, как тогда нас кинули. Какой бы ни был красивый лидер, как бы он красиво ни говорил, только самим, только народ, наше объединение снизу, выстраивая гражданскую сеть сопротивления, и в том числе культурного сопротивления, мы можем эти перемены реализовать и контролировать ход дальнейшего развития страны. И только этот путь для нас может быть победным. Поэтому сегодня этот фестиваль и все, кто на него собрался, мы, во-первых, говорим, 20 лет назад произошла катастрофа. Все благородные чаяния людей были обмануты. Народ кинули. И до сих пор у власти находятся те, кто глумится над страной, эксплуатирует наше богатство, по сути дела, насилует Россию и нас с вами, народ. И спустя 20 лет вновь актуален лозунг перемен. И нам всем надо просыпаться, будить своих соседей, будить друзей. Когда нас будет раз в 10, 20, 30 побольше, я думаю, многие проблемы будут решены. И эта власть, которая сегодня фактически надругалась над страной, она будет убрана. Она будет убрана. И действительно, те перемены, о которых говорили 20 лет назад, будут реализованы. Все, что было позитивного в Союзе, будет восстановлено. И сам Союз надо восстанавливать. Это наша Родина. У меня отняли Родину 20 лет назад. И у многих из тех, кто здесь присутствует. Этого прощать и забывать нельзя. Мы должны отомстить. Мы должны вернуть свою Родину. Вернуть богатство себе, народу. А всех виновных надо привлечь к ответственности и судить по закону. Они должны ответить. Поэтому фестиваль наш начинается. Ничто не забыто. Все ответят за те преступления, которые они совершили за 20 лет. И страна будет просыпаться. И мы должны этому всячески способствовать. Надо преодолевать пустоту, которую нас загнали 20 лет назад. И возрождать страну, возрождать нашу жизнь. Я не сомневаюсь, что победа уже в ближайшем перспективе будет за светлыми прогрессивными силами. За левыми патриотическими силами. А все темные силы будут низвергнуты и наказаны. Я призываю вас всех активизировать нашу борьбу, наше сопротивление. Победа будет за нами. Вернем себе Родину! Вернем себе Родину! Вернем себе Родину! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова